Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на площадке региональной службы коммуникации в Север-Казахстанской области. Тема сегодняшней пресс-конференции посвящена итогам деятельности Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции за 9 месяцев текущего года. Более подробно об итогах работы и предстоящих задачах возложенных Агент вам расскажет руководитель Департамента по связям с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Бердарин Армандель Тесович, руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Степаненко Елена Федоровна, директор филиала Академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан Северо-Казахстанской области Кайжанова Лаура Степановна, руководитель Департамента Национального бюро и противодействия коррупции по Северо-Казахстанской области Сейдбеков Курмаш Ален Оло. Первое слово предоставляет Арман Петерсович. Уважаемые коллеги, я рад встрече с вами, разрешите проинформировать вас результатами 9 месяцев. Последовательно реализуя поручения главы государства, мы сформировали профессионально-стратегический государственный аппарат. Наша следующая амбициозная задача является переход к инновационной государственной службе, ключевая составляющая, которая качество человеческого капитала. С целью дальнейшей профессионализации и мотивации государственных служащих на базе 4 органов в пилотном режиме опробируется система оплаты труда на основе факторов набальной шкалы. Это вы вчера все слышали в послании президента. Уже сегодня в этих органах сотрудники получают за свою работу в среднем в 2 раза больше, чем раньше. По результатам эффективности работы за год бонусы составляет от 4 окладов и выше. Мы перешли к активной фазе реализации данного направления. Уже сегодня промежуточные итоги демонстрируют положительную кадровую динамику и рост конкуренции. Отток кадров в трех пилотных органах, это агентство Акиматы города Астаны и Магеставской области, снизился в 2 раза. Конкурс на одно место вырос в 3 раза. Если раньше на одну вакансию претендовало не более двух кандидатов, то теперь их число достигает более 20, а в Акиматах 60 человек. А в Министерстве юстиции сменяемость сведена к минимуму и отмечается двукратный рост приема сотрудников с зарубежным образованием. Переход на новую систему оплаты труда запустил трансформационные процессы. Полгода назад преимущественно за счет вакансии мы оптимизировали штатную численность центрального аппарата агентства на 30%. В территориальных подразделениях на 10%. В дальнейшем этот уровень планируется довести до 20%. Принятые меры позволили дополнительно увеличить зарплаты сотрудников на 60%. Также в агентстве создан общий центр обслуживания по кадровому делопроизводству, что повысило производительность труда одного кадровика в 14 раз. Сегодня вместо 30 человек он обслуживает более 400. Кадровые операции ведутся исключительно в электронной форме через систему ЕГЗМЕТ. Централизуются сферы госзакупок и юридической службы. Трансформация проведена и в столичном Акимате, где количество управлений сокращено с 30 до 21. В целях построения сервисного государства продолжается масштабная автоматизация государственных услуг и интеграция баз данных в их органах. Обновленный реестр содержит 741 госуслугу, из которых в бумажной форме доступно 279 или 37% от общего количества услуг, а в электронной форме 462 или 62,3%. Вместе с тем агентством проводится анализ наиболее востребованных и коррупциогенных услуг на предмет их оптимизации и автоматизации. Что касается госконтроля за качеством оказания госуслуг, хотелось сказать, что за 8 месяцев текущего года в рамках реализации контрольных функций агентством и его территориальными департаментами проведено 511 проверок. Выявлено свыше 100 тысяч нарушений законодательства в сфере оказания госуслуг. Необходимо отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выявленные в госорганах нарушения снизились в два раза – с 230 тысяч до 100 тысяч. В первом полугодии 2018 года поступило 619 обращений, рассмотрено 404, направлено под ведомственные и иные госорганы 125, находятся на рассмотрении 49. В 93% случаях восстановлены права услугополучателей. Допустим, если сказать, к примеру, аппаратом Акима Курдайского района, Джамбулской области, представители ТО «Артай Геокарт» необоснованно отказаны в получении госуслуги, выдачи разрешения на использование земельного участка для изыскательных работ, в связи с якобы предоставлением неполного пакета документов. По результатам проверки, виновные лица привлечены к предусмотренной дисциплинарной и административной ответственности, если так сказать, наиболее часто обжалуются действия госорганов на неправомерные действия услугодателей при оказании госуслуг, это 39%, необоснованно отказ в оказании госуслуг 23% в таких сферах, как земельные отношения, жилищно-коммунальное хозяйство и социальная сфера. Теперь по превенции коррупции. В свете поручений главы государства продолжена системная работа по превенции коррупции. Запущенные в пилотном режиме новые инструменты ее профилактики доказали свою эффективность. Внедрение проектного менеджмента в госуправление стало своевременным решением имеющихся проблем. Активно работают три проектных офиса, опыт который в будущем будет распространен на всю республику. Во главе угла защита прав граждан, отечественных предпринимателей и иностранных инвесторов. Программа антикоррупционного сопровождения инвесторов проектного офиса проекта Business and Investment вызвала позитивный резонанс среди бизнес-сообщества. Мы наблюдаем значительный интерес крупных инвесторов и зарубежных экспертов. С запуска проекта антикоррупционным сопровождением удалось охватить 151 инвестор-проектов на сумму более 5 триллионов тенге. А если сказать по Северо-Казахстанской области, это 4 проекта на сумму более 170 миллиардов тенге. Запущены региональные фронт-офисы проекта. На сегодня в региональные фронт-офисы обратились 59 представителей бизнес-сообществ, из них 40 обращений в оперативном порядке были рассмотрены и разрешены. Необходимо отметить, что большинство обращений связано со спорами между субъектами предпринимательства. Ни у кого не должно остаться иллюзий касательно решимости агентства жестко пересекать любые коррупционные проявления. В частности, это касается формирования в Казахстане благоприятного бизнес-климата. Даже малейшие незаконные вмешательства, затягивания сроков или иные бюрократические приемы будут расцениваться как вызов действующей антикоррупционной политике. Личные интересы должностных лиц, принимающих управленческие решения, не могут и не должны противоречить государственным. Все проводимые мероприятия осуществляются в тесном сотрудничестве с институтами гражданского общества. Выстроенный сегодня диалог будет и дальше развиваться в конструктивном русле. Серьезное внимание уделяется проекту карта общественного контроля, направленного на обеспечение гражданского контроля за целевым использованием бюджетных средств, в том числе на четвертом уровне бюджета. Искоренение бытовой коррупции, как и прежде, остается одной из ключевых задач агентства. Недавно в послании президент приводил пример проект агентства «Астана Адал-Дагалана». В Астане с февраля месяца функционирует совместный проект агентства «Якимата столицы» Астана Адал-Дагалана. По итогам проведенного в рамках проекта анализа в сфере образования выявлены ряд замечаний и выработаны рекомендации. Особо хотел бы отметить проблему поборов в школах. Они, к сожалению, уже стали обыденным явлением. Многие родители уже свыклись с этой мыслью и считают, что так и должно быть. Но это не так. Государство выделяет достаточно средств на все нужды школ, в том числе ремонт и другие мероприятия. Поборы с родителями в любой форме незаконны. То же самое касается и детских садов. Госорганам необходимо взять все рекомендации на вооружение и активно работать над решением проблем. Крепті артестер, жаңа қайтканда біздің осы республикалық мониторингтік топ-пен жүргендігі мақсатымыз ен бастысы көрсетіліп жатқан мемлекеттік қызметтің сапасынанықтау. Халықтың шалғай жатқан аудандарда, ғаулдарда, қалықтың алауқатын, Продолжение следует... Продолжение следует... ...обращение от наших граждан на личную электронную почту председателя агентства и его официальный блок. По фактам коррупции каждый имеет возможность также обратиться с официальным письмом в наше агентство, либо в дежурную часть национального бюро или колл-центр для всех регионов республики номер 1424, который работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Сейчас, как я уже отметил, в рамках проекта антикоррупционной защиты бизнеса и инвестиций под нашим сопровождением столько, 151 инвестиций проектов. И хотелось бы уже сказать, сейчас подводят итоги 9 месяцев, но я могу уже вам сказать пока по 8 месяцам. Наиболее коррупционной оказалась сфера по республике – это строительство. Также в этом списке сфера образования, сфера земельных отношений и сельского хозяйства. И хотелось бы отметить, что самый низкий уровень коррупции в Северо-Казахстанской области. Это тоже немаловажно. К ответственности за совершение коррупционных преступлений привлекаются 19 руководителей республиканского уровня, 62 руководителя областного и 115 районных уровней. Но я думаю, это благодаря нашей работе совместно с общественностью мы будем дальше продолжать эту работу. Продолжение следует... В послании глава государства отметил, что качество должно стать новым стилем жизни государственного служащего, а самосовершенствование – его главным принципом, что позволит значительно сократить дистанцию между государством и обществом. Президент дал прямое поручение Академии совместно с Назарбаев университетом разработать программу по руководителям нового формата. Было высказано предложение главы государства, чтобы при назначении на руководящей позиции было обязательное прохождение государственными служащими данной программы. Также глава государства поручил разработать новые специальные курсы. И сейчас мы изучаем и будем принимать активное участие в разработке и реализации программ спецкурсов переподготовки для впервые назначенных на административную должность корпуса Б. Для этого у нас есть высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, которые прошли сертификацию по проектному менеджменту, IT-специалисты, опытные сотрудники кабинета разработки и реализации образовательных программ. В настоящее время у нас реализуются новые программы обучения, новый дизайн программ, в которых 80% это компонент академии и 20% соответственно это региональный компонент. Учебные занятия проходят в интерактивном режиме, что позволило отойти от формального оценивания знаний к оцениванию результатов обучения и компетенции в виде разработки и защиты проектов, решения кейсов, институционных задач. За 9 месяцев текущего года в филиале прошли обучение 877 государственных служащих. Из них на курсах переподготовки 234, на семинарах повышения квалификации 643. Проведено 11 курсов и 35 семинаров. Я хотела бы отметить, что мы участвуем в реализации бюджетной политики государства, реформах, которые сейчас проходят. Так, в рамках внедрения четвертого уровня бюджета мы буквально 9 октября провели выездной практико-ориентированный семинар в Айртавский район, Салмолоколь, где присутствовали 50 государственных служащих с Айртавского района и Габита Муслибова. Это были у нас акимы сельских округов, специалисты аппарата акиматов районов, отделов госдоходов. К проведению занятий мы привлекли опытных государственных служащих с управления финансов области, это Иртаева, Ганенко, сотрудников с областной прокуратуры и внутреннего государственного аудита по северо-казахстанской области, это Конуратов и Багенов. В перспективе планируется продолжить работу процесса цифровизации, внедрения дистанционных образовательных технологий, дальнейшее обучение английскому языку для повышения конкурентоспособности и профессиональному развитию государственных служащих нашего региона. Спасибо за внимание. 5 октября текущего года лидер нации Нурсултан Абиш Назарбаев обратился к народу Казахстана с ежегодным посланием. Он подчеркнул, что важнейшую роль в реализации любых реформ будет играть компактный, эффективный государственный парад, который все свои действия, конечно же, должен оценивать через повышение благосостояния народа. Поставленные главой государства задачи являются основными векторами деятельности нашего агентства и нашего департамента. Как я уже до этого говорила, у нас в области функционирует 539 государственных органов, в которых трудится более 4,5 тысяч государственных служащих. В целях популяризации программы государственной службы проводятся различные ярмарки, вакансии, профильные встречи со студентами, не открытых дверей. Так, на базе Североказахстанского университета имени Монаша Кузыбаева для студентов выпускного курса организована школа молодого государственного служащего. Напомню, что в текущем году это уже второй выпуск данной школы. Сейчас, кроме теоретической подготовки, слушатели данной школы освоят практические навыки при стажировках государственных органов. 19 сентября текущего года впервые в области была проведена научно-практическая конференция про 20-летие органов государственной службы, генезис и перспективы развития системы государственной службы, в которой приняли участие руководители аппарата агентства, представители государственных органов академической среды Российской Федерации, представители Академии Госуправления Препрезиденте и территориальных департаментов агентства. Если говорить о показателях, то, конечно же, вся проводимая нами работа по популяризации государственной службы приносит свои плоды. Так, по итогам 9 месяцев, хотелось бы отметить, что количество вакансий в местных исполнительных органах сократилось на 28 единиц. Штатная численность государственных служащих корпуса осталась неизменной, вакансий на данных должностях нет. Планомерная реализация плана нации 100 конкретных шагов позволила усилить принципы милитократии при отборе и продвижении кадров. Так, за последние 20 лет доля государственных служащих в области, имеющих высшее образование, выросла с 60 до 85%. Обеспечена стабильность государственного аппарата. Чистая сменяемость государственных служащих местных исполнительных органов составляет 149 человек или 5,1% от штатной численности, что соответствует уровню, определенному стратегическим планам агентства. За 9 месяцев текущего года тестирование прошли у нас 1955 человек. По административной службе процент прохождения составил 59%, по правоохранительной – 53%. Оценку личных качеств прошли 1104 человека. За отчетный период государственными органами области по завершенным конкурсным процедурам объявлены конкурсы на 1961 вакантную должность. В конкурсных процедурах участвовало более 1300 человек. По итогам проведенных конкурсов назначены на вакантные должности 918 победителей. Принцип меридократии, заложенный в 10-м шаге плана нации 100 конкретных шагов, успешно реализуется через внутренние конкурсы. Так, по итогам 132 государственных служащих местных исполнительных органов или 79,5% получили карьерное продвижение, что на 10% превышает показатель 3-го квартала 2017 года. Все проводимые конкурсы в области охвачены у нас участием наблюдателей и экспертов. Таким образом, достигается принцип прозрачности и объективности принятия решений конкурсными комиссиями. Что касается внедрения факторно-бальной шкалы, то Арман Тректеевич уже об этом сказал. Да, сегодня мы являемся пилотным госорганом, который на себе реализует, уже опробировал данную систему. Как я уже говорила в своих выступлениях ранее, что если так, значит, у нас средняя заработная плата до внедрения факторано-бальной шкалы главных специалистов составляла 92 тысячи деньги, то после внедрения факторно-бальной шкалы она составляет в среднем 219 тысяч деньги. То есть, видите, более чем в два раза увеличилась заработная плата рядовых сотрудников нашего департамента. Кроме того, та работа, которую проводит сегодня агентство по оптимизации бизнес-процессов, позволяет нашим сотрудникам устанавливать надбавки к должностным окладам по приказу председателя нашего агентства в размере 30% от их оклада. Так, средняя надбавка в нашем департаменте, помимо оклада, составляет более 60 тысяч деньги. То есть, сегодня мы говорим о мотивации государственных служащих, о мотивации именно рядовых сотрудников, то есть главных специалистов, к более эффективной работе. Если говорить о направлении работы по Совету поэтики, то хотелось бы сказать, что за отчетный период у нас проведено 8 заседаний Советов, на которых рассмотрено 76 вопросов. 58% рассмотренных вопросов имеют профилактическую направленность. Кроме того, рассмотрено 32 дисциплинарных дела, по 16 рекомендованных дисисканий за проступки дискредитирующей государственной службы, по 7 за нарушение норм служебной этики. За отчетный период проведено 58 проверок. По итогам проверок было выявлено 140 нарушений. Из 31 внесенного представления на конец отчетного периода исполнено 29, что составляет 93%. У нас имеется стратегический показатель по данному направлению деятельности. Он составляет 92%, то есть, соответственно, мы мониторим обязательно процесс исполнения наших внесенных представлений. По результатам дисциплинарной ответственности привлечено 32 государственных служащих. Восстановлены права 28 государственных служащих. За 9 месяцев на административных государственных служащих области наложено 594 дисциплинарных взысканий, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но вместе с тем хотелось бы отметить, несмотря на то, что уменьшается количество наложенных дисциплинарных взысканий, увеличивается практика досрочного снятия. Так, по местным исполнительным органам досрочно сняты 88 дисциплинарных взысканий или каждое четвертое дисциплинарное взыскание, о чем, соответственно, был проинформирован областной аппарат Акима области. Вот что это такая практика, она негативно сказывается на воспитательном процессе дисциплинарного взыскания. И руководителям государственных органов рекомендовано, значит, исключить досрочное снятие, чтобы государственный служащий, и, коль он понес наказание, до конца мог его прочувствовать. В рамках реализации утвержденного комплексного плана по повышению тичности государственных служащих также проводится ряд мероприятий. По итогам 9 месяцев их проведено более 300. Кроме того, проводятся рейды, рейдовые мероприятия по исключению фактов переработки. И хотелось бы сказать, что наши рейды, они приносят определенные плоды. Соответственно, мы по итогам рейдов выносим рекомендации государственным органам. И по итогам 9 месяцев хотелось бы сказать, что в 38 государственных органах фактов переработок и нахождения госслужащих во вне рабочее время исключены. По линии формирования антикоррупционной культуры проводится очень большая работа. За 9 месяцев проведено более 900 мероприятий по различным направлениям. Кроме того, проводятся различные акции. В рамках акции «Будущее без взяток. Мести» осуществлено более 400 выездов в мобильных групп с охватом 17,5 тысяч человек. Кроме того, активно реализует также, значит, повсеместно по республике запущена акция «Марафон. Одолжел честный путь». К данной акции у нас уже, значит, на сегодняшний день подключен город Петропавловск и 11 районов области. До конца текущего года данной акции будут охвачены все оставшиеся районы. Кроме того, реализуется проект «Карта общественного контроля», по которой, соответственно, выделен отдельный телефон, на который каждый житель нашего района, нашей области, может, соответственно, направить сообщение, либо голосовое, либо видеофайл, значит, с определенными жалобами, значит, на качество оказания государственных услуг, на неэтичное поведение государственных служб, на выявленный конфликт интересов. Так, по итогам 9 месяцев на телефон данного проекта, значит, поступило более 70 звонков. Кроме того, как я уже вас информировала по итогам первого полугодия, значит, были жителями сообщены факты, по которым, соответственно, выявлялись конфликты интересов, когда, значит, заведующая одной из начальных школ, 80% работников у нее, значит, на работе работали ее близкие и родственники. Вот, соответственно, конечно же, это недопустимо в соответствии с законом о противодействии коррупции. И, соответственно, нашим департаментам было направлено письмо в управление образования. Помимо того, что руководитель данной школы понесла дисциплинарное взыскание, конечно же, были уволены близкие и родственники с данных должностей. Вот. Как уже тоже озвучил Арман Кресович, у нас мы реализуем проект по защите бизнеса и инвестиций совместно с департаментом Национального бюро. Значит, к нам поступило уже пять обращений, значит, наших предпринимателей, как иностранных, так, соответственно, и местных. Вот. По каждому обращению, значит, мы, каждое обращение мы берем на контроль со своей стороны, сопровождаем их, направляем, соответственно, все мы сами решить не можем, направляем их по подведомственности, но осуществляем контроль их исполнения. Вот. На сегодня, если были вопросы по получению виз для ТО «Северный строитель», на сегодня, значит, после того, как они обратились в наш проектный офис, значит, данный вопрос снят с повестки дня. Миграционной службой визы работникам были, значит, выданы. Большую работу, направленную на превенцию коррупции, мы проводим и со студентами, и молодежью. В нашей области, значит, работает активно студенческий омбудсмен, значит, это самый молодой депутат Старостина Екатерина, который посещает все учебные заведения, как высшие, так и среднеспециальные, проводит там, значит, личные приемы, выявляет какие-то проблемы, соответственно, доводит их до руководства учебных заведений. Вот. И если вопрос не решается, соответственно, направляет нам, и мы уже со своей стороны где-то подключаемся к решению вопросов. Вот. Но хотелось бы сказать, что студенты очень активно пользуются данным, данным проектом, есть у них возможность напрямую задать вопрос. Не всегда есть возможность у студентов со своей проблемой зайти к директору, либо ректору данного учебного заведения, а так, соответственно, вопросы мы помогаем им решить. Такие насущные, злободневные, каждодневные. Вот. Также у нас мы, значит, работаем совместно, значит, по карте общественного контроля с, значит, со специальными мониторинговыми группами, которые созданы не только в областном центре, но и в районах области. Вот. К сожалению, не всегда районные специальные мониторинговые группы, значит, подходят к тем вопросам, которые на них возлагаются, значит, серьезно. В основном, соответственно, где-то они отчитываются стопроцентными исполнениями тех поручений, которые мы даем. Но, как показал сегодняшний выезд вот с участием областной специальной мониторинговой группы, в Ясильском районе в плачевном состоянии находится поликлиника, которая построена, которая введена в декабре 2014 года, на которую было затрачено более 1 миллиарда тенге. Вот. На сегодня, соответственно, имеются вопросы и по, значит, состоянию, видимо, крыши, потому что есть потеки в данных помещениях. Вместе с тем, значит, как показал анализ, что в данной поликлинике по словам исполняющего обязанности заведующего данной поликлиникой работает 175 человек. Вот. Но, несмотря на то, что работает 175 человек, ставка врача-офтальмолога составляет всего лишь 65 тысяч тенге. Вот. Такая небольшая. Хотя данное предприятие имеет возможность за счет оптимизации повышать заработную плату соответственно врачам, да, своим сотрудникам. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, значит, по итогам вот сегодняшнего визита будет вынесена им рекомендация республиканской мониторинговой группой по проведению все-таки оптимизации тех процессов, которые, соответственно, у них имеются. Почему мы это говорим? Потому что сегодня на практике есть, конечно же, дефицит врачей в каждом районе. Хотя, значит, они доложили, что имеется у них жилье, которое они предоставляют. Две живых квартиры на сегодня свободны. Вот. Они ждут соответствующих специалистов. Но дефицит врачей имеется. Вот. Что касается работы, которую мы проводим в рамках административной практики. Вы знаете, что сейчас, значит, коррупционные правонарушения, ответственность за коррупционные правонарушения в рамках законодательства рассматривается только через призму административного либо уголовного законодательства. Что касается административного, то, значит, с начала текущего года сотрудниками нашего департамента составлено 17 протоколов об административной ответственности. По линии контроля в сфере государственной службы составлено 9 протоколов, 3 по не сдаче декларации по подоходному налогу и имуществу, 6 за нарушение процедур конкурсного отбора на занятие вакантных административных должностей. Что касается порядка, нарушение порядка оказания государственных услуг, то за данные нарушения составлено 6 протоколов. Кроме того, составлен административный протокол по 681 статье в отношении руководителя отдела образования Иртаусского района вынесено постановление о признании виновным его с наложением штрафа в размере 100 месячных рассудных показателей за то, что он, соответственно, принял на должность директора школы лицу, имеющие судимость за коррупционные преступления. Кроме того, также нами был составлен административный протокол по статье 676, когда, значит, я вас информировала по итогам первого полугодия, когда индивидуальный предприниматель был подвергнут административному штрафу за то, что, соответственно, она оставила коробку конфет за, значит, получение лицензии, оставила коробку конфет специалисту управления госдоходов, несмотря на предупреждение специалиста. Сегодня законодательство говорит о том, что альтернативы за данное административное правонарушение нет, кроме как штрафа в размере 200 месячных рассудных показателей. Таким образом, коробка конфет обернулась штрафом почти в полмиллиона. Кроме того, в своем послании глава государства ставит задачу по минимизации контакта государственных служащих с услугополучателями. Нами, соответственно, проводится также большая работа в данном направлении. Сегодня в области открыт 541 сектор самообслуживания, в том числе 247 в организациях образования, 176 в сельских округах, 15 уголков государственных органов на районном уровне. 4 сентября в Североказахстанском университете имени Монаша Кузыбаева открыт Центр обслуживания студентов Кызылжар. Данный центр также оказания услуг студентам открыты в пяти колледжах города Петропавловска. Сотрудниками нашего департамента проведено 33 контрольных мероприятия, выявлено 485 нарушений, дисциплинарной ответственности привлечено более 30 должностных лиц, методом тайного покупателя осуществлено более 200 посещений, выявлено 152 нарушения, постконтрольных посещений осуществлено 117. Кроме того, нами проводится работа широкомасштабная по отснятию разъяснительных роликов о том, что необходимо все-таки минимизировать контакт услугодателя с услугополучателем. Нами с собственными силами было отснято более 40 роликов, которые, соответственно, транслируются на местных телеканалах, а также размещены на сайтах государственных органов. И та работа, которую мы проводим в данном направлении, опять же, имеет свои качественные показатели. по итогам 9 месяцев доля государственных услуг, оказанных в электронном формате, по области в местных исполнительных органах составила 89%. Вы знаете, президент поставил задачу к 2020 году достичь 90%. Но, как видите, что при хорошем сечении обстоятельств, соответственно, нами к 2020 году данный показатель будет достигнут и превышен. На нынешнее послание, конечно же, ставит новые ориентиры в работе. И я думаю, что тот потенциал, который имеется у государственных служащих в нашей области, позволит в полной мере выполнить все задачи, которые поставил перед нами президент. Спасибо. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, время нашей работы подошло к концу. Мы благодарим вас за активное участие и вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. Всего вам доброго и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok